Марина Слуцкая станет героиней и этого эфира, и тот, который будет спустя неделю. В последние годы титулованная белорусская спортсменка пережила кардинальные перемены в своей жизни. Марина нынче в потрясающей форме, и то осознанный шаг. Когда большой спорт для нее завершился, пришлось искать себя новую. Это и внутренние разговоры с собой, и советы диетолога и психолога, но в результате то, что мы видим на этих снимках, где самый главный наверняка чуть выше по центру от остальных. Об этом повороте судьбы у девушки Ирина Горечек также спросила с большим интересом. На самом деле я была вообще не спортивным ребенком, то есть небольшого роста, полненькая. В школе обижали. Фамилия Слуцкая, поэтому в основном это был Слуцкий мясокомбинат, то есть ну что-то такое. Ну компьютеров не было, телефонов не было, там заниматься надо было чем-то. На фортепиано играла, потом в другой школе и в хоре пела. Вот, там в разных, участвовала в спортивных мероприятиях, в школах, там эстафеты всякие, там в баскетпол играла, на лыжах каталась. В общем, куда брали, туда и шла. Меня там с бассейна выгнали, сказали, нет, 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 ты не пловец, не подходишь по фигуре. Из тенниса настольного выгнали, сказали, ты слишком честная, нам такая не подходит, что ты мячик набить этот не можешь туда-назад. То есть вот где как бы меня принимали такой вот, как я есть, ну вот я там и осталась. И так вышло, что это вот оказалось дзюдо. Хотя потом, когда уже занималась дзюдо, когда-то в спортивном диспансере, подошел тренер по гребле и говорит, давай на гребле, я говорю, не, не, я уже дзюдоист. Пришел тренер набирать группу по вольной борьбе в седьмом классе. Вот, ну и все пошли, я пошла, вот, ну вот и осталась. И вот с того набора два человека осталось. Девочка одна в вольной борьбе, я много весила, и нельзя было мне вольной борьбой заниматься, я хотела на соревнованиях участвовать, а весовая категория не позволяла. И мне предложили перейти в дзюдо, сначала я отказалась, померила форму, съездила на одни соревнования, принесла форму, сложила, говорю, нет, не мое. А потом как-то мне говорят, ну давай еще раз попробуем, вот, и осталось. Я очень хорошо училась в школе, там, 9-10, и хорошо разбиралась там математики, физики, и как-то мама так очень, не очень отнеслась. Вот папа, ну, как и все папы, так, ну иди, учись нормально, иди, домой приходи вовремя. Все. Потом со временем, когда уже вот у меня начали появляться такие первые результаты, конечно, были рады, что вот я нашла себя, и что это мне действительно нравится. Я там с боем поступила в училище Олимпийского резерва, мама паники, истерики устраивала, там, нет, не пущу, надо учиться. Вот, и когда после первой четверти я пришла там с шестерками, в дневнике за четверть мама за голову взялась, говорит, еще тебе два месяца, если там будут ненормальные оценки, пойдешь назад в школу. Так начиналась история больших и малых побед Марины Слуцкой, самой титулованной белорусской дзюдоистки, ныне тренера женской сборной, которая в своих подопечных видит перспективу, иначе бы не работала. Но об этом мы расскажем в следующей серии. Свой медальный путь Марина начала с бронзы универсиады, потом было золото чемпионата Европы, спустя четыре года еще бронза, между континентальными турнирами и европейские игры в Минске. Слуцкая на высшей ступени пьедестала почета. С Олимпиадой вот отношения не сложились. Рио не довезли, не хватило всего каких-то 40 квалификационных очков. Цена одной выигранной схватки. На медали Токио поставила крест. Тяжелая травма, полученная в поединке второго круга. На самом деле это вообще грустная история. Такая, скажем так, это большая работа была, сделана огромная. Через что мы прошли и тренерский состав, и я сама, сколько травм было. То есть вот эта медаль была бы такой хорошей закономерностью, хорошим итогом и доказательством того, что вот, наверное, ни один труд все-таки он не остается незамеченным. Вот эмоции после Рио, когда я вообще туда не попала, и потом эмоции вот после Токио, когда я попала, да проиграла, они абсолютно разные, но осадок одинаковый. Такая незавершенность где-то. Хотя многие, многие очень хотят хотя бы попасть. Я попала, но, к сожалению, медаль не завоевала. После Олимпийских игр вот стресс, нервы. Я не знала, как мне пережить вот это разочарование и травма, и все вместе, в общем. Но, опять же, я уехала на месяц в отпуск. Сначала мы уехали на море с детьми, потом я полетела в Грузию с друзьями отдыхать. Поэтому вот месяц у нас был такой разгуляк, когда я приехала, уже стала на весы, лучше бы не становилась. 110 килограмм. Максимум вот я весила после Олимпийских игр. Самое страшное, наверное, цифра на весах. Вот больше никогда в жизни не весила. Потому что состояние было... В целом оно было накопленное такое. И усталость от соревновательного сезона, от Олимпийских игр. И, ну, от всего. То есть у меня отец болел сильно. Как бы здесь одно, второе, третье, четвертое. Вот. И я потом уже решила, что либо я уже берусь за себя и заканчиваю с этим всем нутьем, либо все плохо закончится. Давай, нельзя так бороться. Нам на республике побороться. Понял? Не разжирайся только сильно. После взвешивания не надо вот это наедаться. Понял? Бульончика попил, через полчасика поел что-нибудь. Колочкой запил. Все. Колочка переварит, энергию даст. Все. Ясно? Макс, ну давай. Была знакома на то время с хорошим диетологом. С ней моя мама работала достаточно долго. И вот я к ней обратилась. Говорю, что мне уже пора. И как раз у нее стартовал там новый марафон. Вот я пять недель взяла себя в строгие рамки. Причем я такой человек, которому нужен контроль. Вот у меня так получилось. Где-то вышло порядка 15 килограмм. Чуть меньше. После этого я еще сбросила 10. Еще после этого. Вот сейчас где-то вот я вешу 87-88. Но я абсолютно все себе позволяю. Стресс и переживания Марину Слуцкую ожидают совсем скоро снова. Хотя на сей раз эти волнения из разряда приятных. Так вышло, что вот мы с молодым человеком познакомились вот в октябре. Ну, вот встречались, общались. И он мотоциклист. Наверное, на мотоциклах едет. Там я все говорил, все, я на мотоцикле тебе сделаю предложение. Говорит, ты мне как будешь руль одной рукой держать, второе кольцо давать? Говорит, а потом так вышло. Мы были вот на сборе в стайках. Ну, приехал, мы там прогулялись. Вот, и он мне там все, ну, замуж за меня выйдешь. Замуж выйдет к игре, ты мне уже, я вот устала тебе отвечать. Ну, ты предложи, я уже подумал. Он такой, так я предлагаю. Я поворачиваюсь, он с кольцом стоит. А там такой мастик, речка небольшая. Говорит, так, кольцо давай, сейчас уронишь. Вот, ну, вот так вот и сделал предложение. Тут вся жизнь в стайках, и вот и предложения в стайках, все повязано. Ну, уже свадьбу, конечно, подождем. До второй день рассматриваем тоже туда же.